Что вы спросили, хотим ли мы вернуть нашу жизнь до эксперимента? Мама, дай мне наконец поесть! Мама, я голодный ребенок! Да, да, сейчас дочь садись! Свет, ключи от машины не видела. Да, не видела, я не вижу! Феликс, ты можешь сегодня заехать, оплатить счета. Да, да. Мама! Понятно. Сейчас, доченька. Ключи от машины не видела, Майя? Я ничего не успеваю! Здравствуйте. Мы услышали ваш призыв о помощи. Кто вы? Мы те, кто всегда рядом. Мы можем изменить жизнь вашу и вашей семьи. Понимаете, это звучало так проникновенно. Цель эксперимента максимально освободить время обычного человека, для того, чтобы он не отвлекался на ежедневную рутину и мог уделять его на то, что для него важнее всего. Что я должна буду делать? Полностью нам довериться. Ясно. Да, и родным лучше ничего не говорить. Пока. Понятно. Мы начали проводить эксперименты. 11-08-2011. Эксперимент. Отдай няне зарплату. Готово? Начали! Няня сказала, оставь деньги под Фикусом. Фикус. Фикус. Это же Фикус. Я даже няне не могу оставить деньги. Просто потому, что я с ними пересекаюсь. Пусть просто отправит ей деньги. Ага, эсэмэск. Готово? Начали! Начали! Я все. Гениально. Это успех. Так мы придумали перевод на Сбер по СМС. Потом через мобильное приложение. Ну, я поняла, что могу открыться и довериться этим замечательным людям. И решила рассказать им все свои проблемы. Каждой проблеме было найдено решение. Автоплатежи. А что хорошего вы хотели за ваш бюджет? Дом-клик. Обед. Нам бы только спросить. Док-док. У Вити есть такой самолет. Мне тоже нужен такой самолет. Беру. Ма, запишите меня на балет, гимнатику, битер на плетень, сортиваляне, водной пол и регби. Сбер образование. Мы стали одной командой. Мы постоянно придумывали что-то новое. И чувствовали, что мы творим будущее. Сбер, закажи продукты с доставкой на 7 вечера. И да, хватит ли нам бонусов для похода в аквапарк. Хорошо, это уже сделано. Есть еще пара идей, которые понравятся вам с детьми. Сбер, у меня возникла одна идея. Скажи, это возможно? Это возможно? Это возможно.